С 1 января 2020 года введен в действие подписанный главой государства Налоговый кодекс Республики Узбекистан в новой редакции, который призван стать документом прямого действия. При его разработке учитывались рекомендации Всемирного банка и целого ряда стран. В частности, оптимизировано количество налогов и сборов и их видов. Комментарии Алишера Хашимова в продолжении темы. Уже с самого начала масштабных преобразований, чуть более трех лет назад, особенно по всем направлениям экономического развития, в полном смысле этого слова, стало очевидно, что действующий порядок налогового администрирования не просто не отвечает современным требованиям. Однако, в раз новый налоговый кодекс не примешь. Это документ, который может одновременно из-за малейшей детали стать катализатором или тормозом для продвижения и реализации реформ. Проект новой редакции, разработанный с учетом рекомендаций Международного валютного фонда Всемирного банка и на базе опыта России, Китая, США, Италии, Германии, Казахстана, вобрал в себя 71 главу и 480 статей. Его главная особенность в том, что он является актом прямого действия с максимальным ограничением отсылочных норм и подзаконных актов. За счет оптимизации число видов налогов сокращается с 13 до 9, а для небольших компаний с оборотом менее 1 миллиарда суммы в год сохраняется специальный налоговый режим. Из налогового кодекса выведены такие платежи, как государственная пошлина, сбор за право, реализация алкогольной продукции и подписной бонус и бонусы коммерческого обнаружения, которые отражены у нас теперь. Соответственно, бонусы отражены в законе о недрах и государственная пошлина отражена в законе о государственной пошлине. В то же время установление прав и обязанностей налоговых органов положительно повлияет на их взаимоотношения с налогоплательщиками. Зарубежные эксперты и финансисты часто поднимали тему применения налоговых льгот отдельным субъектом делового истеблишмента. Это создавало неравные условия для участников рынка. В новой редакции налоговый кодекс предусматривает установление правил, по которым налоговые льготы в виде полного освобождения от уплаты предоставляются только налоговым кодексом. Статистика показывает, что налоговые льготы за 2019 год составят примерно 26,7 триллионов сумм, что составляет 32% от всех поступлений или 5% к ВВП. Еще одно нововведение предусматривает отказ от инструментов взыскания налоговой задолженности за счет средств дебиторов, внедрения механизма ареста имущества налогоплательщика по решению суда, а при признании задолженности налогоплательщикам по решению налогового органа. Еще ряд мер. При этом их применение производится только на основании того, что налогоплательщик предпримет меры по сокрытию или передаче третьим лицам своего имущества. Интересно, что отныне будет осуществляться уплата процентов в пользу налогоплательщика при несвоевременном возврате излишне уплаченного или взысканного налога. Что это означает? Первый случай. Налогоплательщик излишне уплатил налог и, узнав об этом, написал письменное заявление о возврате на его расчетный счет излишне уплачиваемого налога. А сумма излишне уплачиваемого налога нужно возвратить налогоплательщику в течение 15 дней. Если налоговый орган в течение 15 дней не возвратит налог, за каждый день просрочки в пользу налогоплательщика будет уплачиваться процент. Второй случай. Если налоговый орган излишне взыскал сумму налога, в пользу налогоплательщика будет уплачиваться процент с даты излишне взыскания суммы налога по день фактического возврата. Сумма процента будет исчисляться равной ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан. Так что налоговикам придется быть бдительными. Помимо этого, внедряется новый порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов на платной или бесплатной основе. Если есть угроза того, что в случае полного погашения задолженности фирма или компания обанкротится, или, скажем, человек в определенный период не может уплатить всю сумму, или у юридического лица сезонная специфика деятельности, когда львиная доля дохода приходится на какой-то период, тогда налоговый комитет, таможня, орган госвласти на местах или кабинет министров предоставляют время для упразднения долга с начислением процента ставки рефинансирования Центра банка. При форс-мажорах, стихийных бедствиях процент не взимается. То есть устраняется еще один барьер на пути у деловых людей. Обновления ожидают и систему проверок. Предлагается новый порядок налогового контроля на основе риск анализа налогоплательщика. Это такая версия автоматизированного анализа вероятностью правонарушения. Все ради обеспечения открытого и прозрачного пополнения бюджета. Вводятся новые формы обеспечения исполнения налоговых обязательств. Это банковская гарантия, поручительство и залог имущества. В новом налоговом кодексе отражено новый порядок проведения проверок, который будет проводиться по результатам риск анализа налогоплательщика. Например, камеральный контроль теперь будет проводиться только на основе риск анализа в компьютерной программе, которая будет выбирать налогоплательщиков. И он будет осуществляться только на основании приказа налогового органа. В том числе введение нормы по контролю за трансфертным ценообразованием позволит отслеживать недобросовестных плательщиков, желающих скрыть реальную цену своей и приобретаемой продукции. Такая практика действует в 70 странах мира. Кстати, до этого отсутствовал механизм налогообложения доходов, полученных резидентами Узбекистана за рубежом от созданных там предприятий. Вводимое понятие «контролируемая иностранная компания» позволит поэтапно до 1 января 2022 года начать процесс регулирования в данном сегменте. Также в проекте предусматривается приостановление налоговыми органами операций по счетам в банке на срок не более 10 дней. В новой редакции конкретизируется порядок урегулирования налоговых споров в досудебном порядке, который успешно используется в странах Организации экономического сотрудничества и развития и в России. Проще говоря, это позволит существенно снизить издержки. К тому же обеспечение возврата отрицательного сальдо НДС будет способствовать улучшению рейтинга Узбекистана в ежегодном отчете ведения бизнеса. Для иностранных туристов вводится возврат НДС по принципу «такс-фри». Известный во всем мире инструмент теперь работает и в нашей республике. Наряду со структурными изменениями в налоговой системе, которая несет в себе новый налоговый кодекс, предусматривается также ряд и нововведений по налогу на добавленную стоимость. В частности, начиная с текущего года, отменяется упрощенный порядок исчислений уплаты НДС. В первую очередь это сделано для того, чтобы упразднить те разрывы в тенообразовании, которые нарушали конкуренцию в нашей экономике. При этом налогоплательщики, которые применяли в 2019 году упрощенный НДС, они смогут при переходе в этом году на общие правила НДС принять в зачет сумму налога по остаткам товаров, которые были приобретены с этим налогом. Относительно налогов на прибыль, то отменяется каскадное налогообложение дивидендов, что устранит многократные налогообложения и обеспечит их выплату конечному бенефицару. Еще один фактор, способствующий улучшению позиций Узбекистана в рейтинге «Дуин бизнес» – это отказ от справок по авансовым платежам. Для индивидуальных предпринимателей вводится уплата налога на доходы физических лиц взамен уплаты фиксированного налога. Это очень важный аспект налогового регулирования, который позволит стимулировать и мотивировать выход из так называемой тени. Исключается из объекта налогообложения по налогу на имущество оборудование, не введенное в действие в срок. Раньше все было наоборот, тогда как в развитых и развивающихся странах подобным объектом становятся только здания и сооружения. А в целях снижения налоговой нагрузки на физических лиц срок уплаты налога на имущество и земельный налог разбивается на два срока. Документ не просто внушительный во всех отношениях. Отражены все сферы и направления. Концептуальные изменения направлены на максимальное упрощение налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий, защиту интересов по-настоящему честных налогоплательщиков.